И с нами на связи Юлия Латынина, российская журналистка и писательница. Здравствуйте. Добрый день. Председатель совета директоров Лукоэла Равиль Маганов выбросился с шестого этажа центральной клинической больницы и скончался на месте. До этого как минимум пятеро топ-менеджеров крупных российских компаний простились с жизнью при достаточно странных обстоятельствах. Что думаете по этому поводу? Маганов совершил самоубийство или это ему, так сказать, помогли сделать? Слушайте, я могу только сказать словами булгаковского персонажа, эк их всех так в одно время. Но все-таки вот эта череда этих смертей не случайна? Слушайте, ну по этому поводу вспоминается известный статистический анекдот, когда знаменитому статистику, одному английскому написали, что вот вы знаете, уважаемый сэр, я заметила, что все короли из английской королевской династии Виндзеров по имени Генрих умирали по пятницам. Следует ли из этого, что пятница является несчастливым днем для королей данной династии? Ответ был замечательный. Ваше наблюдение не расходится с наблюдаемыми фактами. Советуем продолжать наблюдение. Ну вот короли умирали по пятницам, а топ-менеджеры умирают во время войны как раз. В Украине? Ну они умирают не столько во время войны, сколько в момент, когда идет какая-то грандиозная усушка и утруска различных вещей, связанных с заграничными владениями. Я просто могу себе представить, сколько всего там висело на разных подставных людях, которые, например, после того, как были наложены санкции, активизировались и начали что-то на себя переписывать и стали говорить своим бывшим патронам, кто ты такой и у кого в руках были эти ключи. Это, знаете, как вот очень часто люди, которые заводят биткоины, теряют кошельки. Вот российских условно-биткоиновых кошельков, да там сейчас, наверное, просто такой кошелькопад. Вы больше меня не пытайтесь, я же все равно ничего умного не скажу. Я совершенно точно не следователи, совершенно точно не знаю, кто из них от отчаяния повесился, кому помогли. Но вот статистика печальная для королей по имени Генрих. Но вы же хороший аналитик, умеете правильно сопоставить, интерпретировать, извините, факты. Вот в этом же ряду, вот странную болезнь Анатолия Чубайса, вот можно ли как-то, вы считаете, связать с чередой этих происшествий? Нет, я сомневаюсь, что Чубайс имел что-то, кроме, что там было, я забыла. А, синдром Гиена Баре, кстати, он является одним из самых частых последствий после перерывки. Но я очень, правда, вот реально сильно сомневаюсь, что Чубайс попадает в ряд королей Генрихов. Но я вам должна сказать другое, что тут действует закон, который можно назвать законом Чезаре Борджа. Вот Борджа и его папеньки и сыну, им достаточно было отравить двух-трех кардиналов, как им стали приписывать совершенно все смерти, вполне в том числе от естественных причин, случившиеся в городе Риме среди клира, преданного излишеством. Так вот, я бы сказала, что так наблюдается. Если вот стоит вам отравить ряд политических противников новичком и делать вещи типа Еленовки или вот того, что сейчас творится на Запорожской АЭС, как вас почему-то, кто бы это мог подумать, с чего бы это начинают подозревать и в том числе навешивают вам кучу вещей, к которым вы действительно совершенно непричастны, потому что бывают же, как сказал Фрейд, иногда банан – это просто банан. Нет, но, по моему мнению, это достаточно логично предположить, что, например, смерти вот этих людей, они не случайны. Нет, извините, возможно, смерть кого-то из них не случайна, да, а кого-то случайна. Вот я говорила с Михаилом Крутихиным, он вот к этим нефтегазовым смертям газпромовских менеджеров относится, скажем так, очень скептически, он не верит, что это случайные смерти. Даже, насколько я понимаю, там испанская полиция в одном случае не верит или что-то в этом роде. Но поймите правильно, но это довольно смешно, когда люди, которые не обладают никакой информацией, и в данном случае это все-таки же не политический противник Путина, но откровенно говоря, вот знали ли вы о существовании этого топ-менеджера Лукойла до того, как он выпал или его выкинули из окна? Ну, ответ заключается в том, что нет, ну что же сразу кричать волки-волки, потому что, ну, это как бы именно недостойная аналитика. Ну, давайте тогда изучите вопрос долго. Еще раз повторяю, статистика нехорошая. Статистика заставляет задуматься. А, ну, сказать что-то большее, ну, было бы на самом деле, ну, просто не совсем честно. Ну, в целом, да, это поведение, оно как бы, если изучить вопрос, да, не характерно для менеджеров топ-корпораций, как вы считаете? Слушайте, ну, понимаете, вот я еще раз повторяю, вы вынуждаете меня повторять одно и то же и отвечать на вопрос, на который я, ну, действительно, ну, то есть я могу прикинуться, как бы это сказать, всезнающим профессорам, да, которому там это самое в Австралии нашептали, или там кто-то в Телеграм-канал пришел, но на самом деле, ну, 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 что свистеть. Ну, давайте тогда на другую тему поговорим. Да, в 29-м году тоже, в конце концов, американские масса американских и разорившихся инвесторов выбрасывалось из окна, поэтому я не исключаю, что часть людей, которые сейчас вот выбрасываются из окна или кончаются с собой, они действительно кончаются с собой от отчаяния. Вот, например, я считаю, что Боссов, который, если вы помните, еще во время коронавируса застрелился, он действительно застрелился, хотя он играл в хоккей с Путиным, да, вот случилась такая штука, он застрелился, не то чтобы у него кто-то потом стали, короче, тело, наследство, а так он застрелился. А что могло Боссову в голову взойти, ну, абсолютно никто не знает, потому что это был человек очень жизнелюбивый и человек, который панически боялся коронавируса. Может, он пережрал лекарств на почве этого коронавируса. Давайте о тех, кто не застрелился. Вот Валентина Матвиенко сегодня выступила в роли Дмитрия Медведева, ну, в том смысле, что записала специальное обращение, в котором сказала, что у России достаточно ресурсов для победы над Украиной. Почему именно сейчас? Это вот перед местными выборами, и что это за бравада такая? А когда они этого не говорили? Они каждые два дня, вот начиная еще до... Нет, вот именно о ресурсах. Именно Матвиенко о ресурсах. Да, да, и вот видеообращение. У них там есть вот этот вот переходящий шутовской колпак, который переходит, это то Митвиенко, то Медведев. Они назначают дежурного Медведева. Да, он разевает рот, и обязательно раз в два дня где-нибудь там или Рогозин, или Медведев, или Пупкин, или Шойгу, да, обязательно должен быть или твит, или заявление о том, что вот сейчас мы этих украинских нациков разнесем. И обратите внимание, это выполняет совершенно одну единственную функцию. Это называется новости в будущем времени. Это очень популярная форма пропаганды, которая в мирное время имеет такой вид. Вот вам говорят. В 2034 году Россия колонизирует Марс. Ну, к тому моменту, когда наступает 1934 год, либо шаг сдохнет, либо и шаг. Вот все новости в будущем времени, в принципе, должны быть дисконтируемы, как откровенная пропаганда, потому что они выполняют ту роль, что человек думает, о, значит, это будет и принимает это за факты. На самом деле, это вот, я еще раз поговорю, вот каждые два дня, а желательно каждый день, кто должен выступать. И, значит, там есть просто вранье, когда люди рассказывают, там, еще 30 хаймерсов разбили в щепки. Ну, правда, в щепки сейчас можно разбивать хаймерсы, как мы знаем. Так что, может быть, в щепки-то они их как раз и разбивают, если они деревянные. Хотя бы здесь не врут. Да, это очень возможно, что неожиданно, так вот, взял Шейгу, случайно сказал правду. Вернее, он этого не говорил, но вполне мог сказать. Но это вот органично дополняется новостями в будущем времени. Мы, там, не знаю, пробьем Южный коридор. Помните, это было очень популярно несколько месяцев назад. Ну, там, мы возьмем Киев, я даже уже не буду повторять. Это, наверное, песню на эти слова сложить можно. Пусть ее поет, не знаю, Газманов. Вот тем временем сторонники Навального запустили умное голосование на выборах в Москве. И кандидатов будут советовать, исходя из их позиций по войне в Украине. Вот каковы вообще настроения в российском обществе? И боится ли власть вот результатов этих выборов? Первое. Для меня является большой новостью, что в России есть выборы. Если честно, просто здесь мы, боюсь, с людьми Навального несколько расходимся. Но я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению их, как бы сказать, благородные усилия. Потому что, как сказать, с одной стороны вспоминается анекдот известный. Больной перед смертью потел. Потел. Это хорошо. А с другой стороны, ну а что плохого, если люди попытаются принять участие в выборах? У меня даже есть мой добрый знакомый, политолог Аббаз Галямов, который говорит, на мой взгляд, неглупую вещь. Он прогнозирует, что всякого рода революционные тенденции и, более того, возможность переворота будет нарастать как раз к выборам 2024 года. Вы спросите, а почему к выборам 2024 года? А потому что все равно выборы, даже если они абсолютно фиктивные, какая-то вот у людей начинается брожение в головах. Они приходят на этот участок, они начинают быть недовольны, что это все фиктивно. То есть, вот, конечно, ну не такие мелкие выборы, а вот именно президентские выборы для Путина, я думаю, могут быть каким-то неприятным поводом к чему-то. Но, как я уже сказала, ну чем бы дитя не тешилось? Тут не важно, как голосуют, да, важно, как посчитают. Да, знаете, тут уже, как посчитают, неважно, потому что есть единственная реальная позиция Путина, она называется украинская армия. Согласен с вами, верим в ВСУ. Теперь вот в российских школах будет обязательный урок промывки мозгов, он называется «Разговоры о важном». Война в Украине – это ключевая тема. И вот теперь всем российским учителям, ну, придется раз в неделю изображать из себя Екатерину Андрееву перед своими же учениками. Но ведь дети, они ведь чувствуют ложь. Как вы считаете, во что могут превратиться эти уроки? И возможно ли уберечь детей от этого? Ой, насчет того, что дети чувствуют ложь, у меня есть моя любимая китайская авторша, знаменитая девушка, которая написала «Wild Swans» «Дикие лебеди». Господи, я сейчас забыла, как ее зовут, хотя мне очень стыдно, у меня на ее книжке, от книги замечательной про Мао до книги про императрицу Цси стоят все на полке. Но в ее автобиографической книге я могу привести вам только одну прекрасную историю о том, как они когда были босоногими докторами и вот этими вот молодыми китайскими коммунистами, это при том, что у нее отца репрессировали, она была дочкой высокопоставленного коммунистического чиновника. Она каждую ночь засыпала с мыслью о том, как же плохо живет с американским детям, которые голодают без хлеба. Так что вы недооцениваете. Дети как раз все это говно впитывают исключительно хорошо. А другое дело, что потом оно как впитывается, так и выходит. Так что, как я уже сказала, что поскольку это все будет решаться не в школах, а на поле боя и в высоких кабинетах, когда начнут силовики друг на друга сваливать ответственность за поражение, то, ну, что сказать, да, вот преподавали раньше в российских школах закон Божий. Одного человека, которого преподавали, если помните, звали Джугашвили. То есть, фактически, да, вот российских детей также может спасти только украинская армия от этой промывки мозгов, как минимум. Слушайте, как человек, который занимается очень много виблейской историей, историей монотеизма, я вам скажу, что человечество промывает мозги своим детям. Ну, последние три тысячи лет – это совершенно точно. Поэтому российские дети не первые, не последние. Ну, еще о патриотизме. Вот Александр Гудков выпустил пародию на песню шамана «Я русский». Называется она «Я узкий». Меньше суток прошло, уже есть миллион просмотров. Вот давайте отрывок посмотрим. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной картон на лист летает, он такой же, как и я. Со мною удобно на стуле сидеть, мне много пространства не нужно. Такой, какой есть, и меня не задеть, и все потому что... Ну вот под видео множество восторженных комментариев, но вот прокремлевские блогеры и на федеральных каналах уже требуют наказать юмориста. Какие могут быть последствия, да? Ну, ведь по сути ничего крамольного в тексте нет. Слушайте, мне ужасно стыдно. Мне песня нравится, но поскольку я не знаю оригинала, и кроме того, я не знаю пародиста, то я просто абсолютно некомпетентно судить. Извините, давайте мы там вот... Давайте лучше о библеистике поговорим, тут у меня больше компетенции. Ну, вот оригинал. Это шаман некий, который... Вот песня называется «Я русский», да, такая патриотическая песня. Понимаете, я догадываюсь, но поскольку слово шаман ассоциируется у меня, во-первых, с антропологическими трудами Франца Боуса, которого я очень люблю, а во-вторых, с известным шаманом господином Габышевым, то вот про этого конкретного шамана я просто ничего не могу сказать. Я не знакома с его творчеством, и более того, не хочу, честно говоря, ознакомиться с его. Ну, а вот какие все-таки последствия могут быть за такую сатиру, которую мы сейчас видели для Гудкова? Простите, а Гудков тоже российский исполнитель. Я честно спрашиваю... Юморист, известный юморист. Вы меня извините, понимаете, потому что вот... Я прошу прощения, поскольку это мне незнакомая сфера, я этих бедных комиков, замечательных, в силу своей косности, они попадают в сферу моего жизненного интереса, только тогда, когда их, вот как, по-моему, помните, Мерзали Заде, кажется, и Драка Мерзали Заде, или как его звали, начинают преследовать за какие-то совершенно невинные вещи, потому что, как бы это сказать, незнакомо наш следственный комитет с понятием смеховой культуры. Рекомендую ему изучить труды Бахтина на этот случай. И вот, собственно, эта нездоровая серьезность, она, конечно, всегда является признаком тоталитаризма. И, кроме того, конечно, это очень сильно разгоняет. Спасибо им, вот когда следственный комитет и прочие люди, они занимаются популяризацией, получается, подобных роликов в полном соответствии с законом Барбары Стрейзон. Так что с паршивой акцией «Хочешь растекло-ка».